В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил два предприятия, расположенных на территории индустриального парка М4. Речь идет о возможной финансовой помощи в рамках импортозамещения. В муниципалитете продолжается ревакцинация от COVID-19. Вакцинация проводится раз в полгода непременно, чтобы создалась хорошая иммунная прослойка. Более 4 тысяч посетителей стали гостями Орлов-фест, самого массового фестиваля Подмосковья. Ой, супер-супер-супер! Классно-классно! Очень крутое мероприятие! Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил два предприятия, расположенных на территории индустриального парка М4. В ходе рабочего визита глава побывал на производстве и узнал о том, с какими проблемами столкнулись компании и как продолжают свою деятельность в условиях санкций и финансовых ограничений. В условиях, когда страна столкнулась с колоссальным санкционным давлением, требуются быстрые и эффективные решения для поддержки отечественного бизнеса. Чтобы лично убедиться, как справляются с непростой ситуацией предприниматели муниципалитета, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский отправился в технопарк М4, где расположено более 60 предприятий. Разные предприятия, разные технологические цепочки, в общем-то и вопросы разные. Одно из них, которое в большей степени специализировалось на рекламной продукции, сейчас в том числе переформатирует свою продуктовую линейку, уходит больше в благоустройство, в световые какие-то конструкции. То оборудование, на котором они там работают, это отечественная производство, поэтому, в общем-то, достаточно оптимистично собственники бизнеса настроены. Глава округа побывал в производственном комплексе компании 4К. Предприятие базируется на территории технопарка с 2014 года. Занимаются изготовлением наружной рекламы, широкоформатной печатью, торговым оборудованием и мебелью. Руководитель компании Елена Михальчук рассказывает, что несмотря на финансовую нестабильность, им удалось сохранить рабочие места. Так как у нас собственное производство, мы все делаем у себя, в том числе используем оборудование российского производства для обработки металла и так далее. Поэтому, конечно же, интересует производство. Какие изделия мы можем делать, какие мы уже делаем на данный момент, что мы еще можем предложить. То есть глава администрации обещал помочь в вопросе реализации нашей продукции. А вот компанию «Твинтек» крупного производителя косметической и парафармацевтической продукции санкции коснулись напрямую. Предприятие столкнулось с дефицитом сырья и компонентов, которые поставлялись в основном из-за рубежа. Менялись мнением о том, наверное, как, и в том числе о способах, возможностях оказания поддержки от государства, от области, от муниципалитета. Речь идет о возможной финансовой помощи в рамках импортозамещения или поддержки с тем, чтобы не были сокращены рабочие места. Алексей Спаски рассказал, что планирует посетить и другие предприятия технопарка. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается ревакцинация от COVID-19. Повторная прививка помогает иммунитету противостоять болезни. С какой периодичностью необходимо проходить эту профилактическую процедуру, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Один из стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 в Ленинском городском округе располагается во взрослой поликлинике. Сейчас около прививочного кабинета очередей не наблюдается. Обстановка стабильная и вспышки заболевания не зафиксированы. Но врачи уверены, что расслабляться рано. Мы приглашаем на вакцинацию, ревакцинацию всего населения. Вакцинация проводится раз в полгода непременно, чтобы создалась хорошая иммунная прослойка. Повторно привиться можно любой зарегистрированной в России вакциной. «Спутник ВИ» или «Лайт Ковивак» дадут надежную защиту от коронавирусной инфекции. Вакцины достаточно. Люди с удовольствием приходят и прививаются. И повторно приходят. Главный инженер телеканала «Видное ТВ» Константин Брылов делает уже третью прививку от COVID-19. Полугодовой интервал между прививками соблюден. Дополнительная защита организму не помешает. Моя семья всегда поддерживает меня. Моя жена тоже вакцинирована. Мы даже вакцинировали детей. Те, которые достигли определенного возраста. Чувствуем себя хорошо. Самое главное – чувство защищенности. Это самое главное в наше время. Вакцинация проводится в 414 кабинете взрослой поликлиники с 8 до 20 часов. В выходной суббота и воскресенье. Приходите на прививку. Защитите себя и своих близких. Галина Житкова, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Подольска Валентина Ивановна Титова, в начале мая была доставлена в больницу с COVID-19 и сопутствующей кардиологической патологией. И День Победы встретила в ковидном стационаре ВРКБ. Ветерана поздравили прямо в стационаре. Эту почетную миссию выполнил заведующий 4-м инфекционным отделением коронавирусного стационара Дмитрий Орловский. Он передал ветерану от коллектива ВРКБ гостинцы и пожелал крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия. О своей юности, выпавшей на годы войны, Валентина Титова рассказывает мало. В 43-м году закончила курсы трактористов и стала работать в колхозе на тракторе. Ну и вот так моя жизнь продолжалась. После войны и до самой пенсии трудилась на благо своей страны, за что была награждена Орденом Ленина. В июне прошлого года Валентине Ивановне исполнилось 95 лет. Уже седьмой год подряд в муниципалитете проходит фестиваль Орлов-фест. Интересная насыщенная программа и веселые развлечения привлекают гостей не только из Ленинского округа, но и москвичей и жителей других регионов. Съездила в Орловске и наша съемочная группа. Стартовал четвертый по счету проект «Лето в Подмосковье». Новый туристический сезон в нашем муниципалитете открыли фестивалем Орлов-фест. И пусть погода еще далеко не летняя, но в Орловском было тепло, уютно и душевно. У нас около 30 компаний, которые приехали накормить рыбой, шашлыками, сосискими, колбасками, сырами, фермерскими продуктами. И приехало много развлекательных групп, компаний, хорошие диджеи сразу на нескольких локациях. Провести день вместе с близкими, отведать вкуснейшие блюда, напитки, потанцевать и все это под открытым небом. Ежегодное семейное мероприятие объединяет гастрономию, музыку и развлечения. Проводится он уже в седьмой раз и становится все более масштабным. В этом году гостями праздника стали более 4 тысяч человек. Люди даже из Беларуси приехали. Это и фанаты группы Добро, непосредственно кто выступает у нас, хедлайнеры. И в принципе познакомились с отелем, сказали, что полюбили. У нас есть очень много гостей из ближних областей. Довтмирская, Калужская, Рязанская, Тульская область. Ну и конечно Подмосковье и Москва. В списке предлагаемых активностей на Орлов-фесте буквально все. Для детей организовали площадку с анимационными программами, а взрослые отвели душу в зоне фудкорта, где от широкого меню разбегались глаза. Кстати, сделать пикник вкусным приехали и подмосковные фермеры. Самое первое, чем мы гордимся, это конечно же наш хамон. У него выдержка идет год и 4 месяца. Есть еще максимально это 2 года и 7 месяцев. Он более острее и хуже испанского, абсолютно намного даже лучше. Ближе к вечеру в Орловском стало еще многолюднее и веселее гостей, радовали диджеи и артисты. Ой, супер, 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 классно, классно. Очень крутое мероприятие, очень весело, красиво, здорово. Приезжайте. Супер фестиваль, спасибо большое. Мы первый раз на фестивале в принципе. Здесь классно. И в отеле первый раз. Поучаствовали в конкурсе, выбрали конкурсы. Да, кстати. Погуляли, прекрасный зоопарк. Ребенка дома оставили, что может быть лучше? Я увидела вывеску и просто моя любимая группа – это группа «Добро». И я решила приехать, спрашивала родителей, потому что мне очень нравится группа эта. И здесь вообще так классно, занятия разные. Очень здорово, мне нравится. Именно выступлением группы «Добро» и завершился фестиваль. Армия поклонников одного из самых душевных и искренних коллективов еще долго зажигала под известные хиты. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Новый этап гонок на выживание прошел в Ленинском городском округе. Уже по традиции в заездах приняли участие водители из разных точек Москвы и области. Результат гонки оказался для многих неожиданным. Почему, расскажет Олеся Попова. Летний сезон гонок на выживание официально стартовал. В шестой гонке за сезон будут соревноваться традиционные молодые люди и даже девушки. Всего 10 участников выйдут на старт. Кстати, гонка будет напряженной, потому что среди участников дебютантов нет. Все опытные товарищи. С погодой гонщикам повезло. Обещанного синоптиками дождя в этот день не случилось. А вот техника нескольких участников подвела. Многие болели за семью Соколовых из Домодедова. Уже несколько лет они стабильно занимают места на пьедестале. Однако автомобиль Сергея остановился еще в начале гонки. Машина Юлии давала сбои несколько раз подряд, лишив единственную даму возможности полноценно побороться за кубок. А их сын Данил вообще не принимал участия в этом этапе. Еще один гонщик не смог даже выйти на старт из-за проблем с техникой. Среди побитых в заездах машин выделялся ярко-зеленый новый болид Андрея Березкина из Москвы. Ну надо вкатиться, потому что машина новая. И как на гитаре. Если пару недель не держала гитарь, надо само потренироваться так и здесь. Сейчас будет такая гонка, больше тренировка, может быть, всплывают какие-то мелочи, потому что вот вчера в три часа ночи закончили это собирать. Андрей Березкин вернулся в гонки на выживание после 15-летнего перерыва в прошлом сезоне. Тогда забрать кубок не вышло, но на этот раз мастерство и серьезная работа над автомобилем принесли свои плоды. Водитель круг за кругом показывал хороший результат и в финальном заезде вырвал победу у Антона Рыжикова, столкнувшись с ним на опасном повороте. Триумф случился не только у москвича Андрея Березкина, но и у единственного участника из Видного Дмитрия Черкасова. Гонять он начал два года назад, стабильно показывал хороший результат, но не дотягивал до призовых мест. С этого этапа видновчанин ушел с кубком, завоевал заслуженную бронзу. Даже поломка машины не помешала Дмитрию наконец ворваться на пьедестал. У меня отвалилось на первом круге колесо и пришлось с четыре круга доезжать без колеса, без права заднего. Но это такая наполненная эмоциями гонка, я могу сказать, что это самое эмоциональное, что было здесь за два года, что я участвовал. Но надеюсь, что на этом я не остановлюсь, что есть куда стремиться. Еще впереди целых два места, кроме третьего есть второе и первое, так что будем бороться. Борьбу болидов на трассе приехали посмотреть около 500 зрителей. Среди них и первые лица Ленинского городского округа. Дал старт летнему сезону гонок на выживание председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Сегодня уже первый, можно сказать, летний этап наших гонок на выживание. И всегда эти мероприятия у нас здесь, на территории Казачьего Дозора, совпадают с главным праздником для нас всех. Это День Победы. Ну а гонщикам, конечно, аккуратнее на поворотах и достойной победы. Гонки на выживание в новом этапе стали еще зрелищнее. Каждый старт сопровождался мощным взрывом. Опытные водители не боялись вжимать педаль в пол, а дерзкие молодые участники добавили напряжение в гонку постоянными столкновениями. Однако сами гонщики рассказывают, уже стали близкими друзьями, а не соперниками. Помогали друг другу постоянно даже на трассе. Следующий этап гонок на выживание пройдет меньше, чем через месяц, 13 июня. Увидеть драйвовые заезды и поболеть за участников приглашают всех желающих. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok